здравствуйте еще раз представлюсь кто меня не знает основном уже вижу вижу уже знакомые лица кто меня не знает меня зовут арена я и специалист по феншуй по китайской астрологии в том числе я психолог номеролог а вот и все ко мне вот эти интересы пришли благодаря тентуриум наш тентуриум моя первая сетевая компания я до этого работала воспитательный детского сада вообще детский психолог и придя уже в сетевую компанию я стала общаться с новым со взрослыми людьми и со взрослыми людьми с одной стороны знания психологические которые там я получила в институте да они в чем-то помогали в чем-то мне их не хватало поэтому когда я пришла я пришла на то чтобы развивать свое дело да то есть вот у вас вот есть среди вас кто в принципе не только ради здоровья кто пришел развивать свое дело есть такие кто у кого стоит цель развивать свое дело да соответственно помимо знаний продукта нужны другие знания и в том числе знания о самом человеке потому что порой люди же не будут нам рассказывать все о себе но мы очень многое можем узнать о них без их ведомо зная всего лишь например их дату рождения на проведя например с ними определенный тест якобы для того чтобы понять твое состояние здоровья до мужа об этом человеке очень много можем сказать плюс вот если вы будете дальше заниматься фэн-шуй да фэн-шуй может вам в помощь в том числе о самом человеке что-то рассказать в частности о болезнях да и еще одно направление вот сейчас я его осваиваю потом вам подробнее о нем расскажу вот я сейчас на курсах повышения квалификации по психологии это генетический тест по отпечаткам пальцев да вот можно очень много много человеке сказать в том числе и психологические качества качество здоровья каким спортом заниматься профориентация это детям в основном хорошо и людям которые данный момент поиски но тем не менее знание о самом человеке они помогают нам предложить продукт потому что можно предлагать продукт человеку всем под одну гребенку как под одну гребенку я тоже так думаю что нет да есть люди во первых разного возраста да их разное интересует а например мамочки они заботятся о здоровье соответственно выявив их потребность поговорить с ними да вы уже знаете что предложили мужчинам я в свою очередь в свое время я очень любила с мужчинами работать все честно говоря знаете вот в сети что мне говорят я кстати такая затюканная была вся воспиталка оденешь что попал на себя чтобы сопли на тебя дети там по зале как говорится да не жалея одежда а уже как-то в темное время стал так более-менее выглядеть там да соответственно и мне очень нравилось мужчинами работа потому что они с одной стороны очень достаточно непосредственно вот выучила несколько продуктов которые знаешь сто процентов работают мужчина же ходит сюда своих результатов рассказывать а мужчина такая категория они если и заботятся о своем здоровье то они могут знаете им нельзя в лоб рассказывать им надо с ними поговорить вы их потремиться а предложить что-нибудь и то я так предлагал хочешь решить там эту вопрос если хочешь возьму ответ вот и вот это трудневое молочко а пихи то у меня вообще вот пошел на ура я ходила в одну организацию с чемоданчиком продукции обратно с чемоданчиком денег у меня там были вот именно клиенты мужики и вот просто бредят если один опихит да вот на кучу всего мужики все любят иногда кваснуть да а потом чтобы выйти из этого состояния он же классно помогает тут интоксикацию снимает там похмель вот это то вот потом сам опихит вот если вы вот будете даже изучать сам продукт да там же столько всего плюс там и чистят и и самое главное вот мужикам что нравилось когда я ему говорила он воздействует на зоны любви вы там стоете как это привлекательными для лиц противоположного вот и главное надо говорить вот это какой-то интригой такой да и они зажигаются вот один мужик я помню мне сказал он говорит Дина с тобой невозможно общаться а раньше я очень правило продаж вообще не знала он говорит с тобой невозможно общаться вот такое чувство ты сидишь мне рассказываешь так ненавязчиво улыбаешься да а такое чувство что твоя рука в этот момент тихо как змея заползает мой карман достает кошелек открывает и достает мои деньги но у меня такое тоже было было не сразу да просто сначала мы когда приходим мы пользуемся продуктом нам нравится но чтобы продвигать его люди нужно помимо продукта знать еще как подойти к человеку это один нянс а второй нянс мы себя хоть должны тоже знать вот кто мы вообще можем ли мы сами например быть как это так бизнесменами или мы можем быть просто там менеджерами небольшой группы людей а может быть мы можем быть просто помощниками то есть вот люди сердечные да которые готовы оказывают вот какую-то помощь поддержку вот людям безвозмездные безвозмездные да 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 то есть то есть да там да вот поэтому о себе зная о себе потому что мы часто себя даже не знаем да зная себя уже более углубленную да мы дальше уже изучаем людей без этого вот если честно бизнес не пойдет потому что есть люди интуиты вот они действительно интуиты они чувствуют человека потом например есть люди вы сами уже знаете да есть удачливые вот у них вот даже интуиция какая-то вот они на удачу прям вот или удача к ним идет или они удачи правильно но это не факт что у вас это может не получиться просто я всегда говорю надо знать если вы занимаетесь решили заниматься бизнесом надо знать чего-то гораздо больше чем чем например знают простые люди ну вот поэтому если вам там в дальнейшем будет интересно я провожу занятия такие вот у меня сейчас например там тоже будет занятие такое уже углубленное там вот ребята заинтересовались например картами таро все по-разному к этому относятся да но для меня например карта таро это одна из подсказок вот например идешь я если родил расклад делаю расклад на трех картах вот например у меня вопрос что у меня будет например ситуация моя ли не мая с этим клиентом если у меня изначально ситуация не моя я иду спокойно на встречу например я просто ну чтобы о себе чтобы меня узнали обо мне заявить из все я просто знаю отдаче от этой встречи как таковой не будет я не расстраиваюсь уже Я просто уже заведомо это знаю. Поэтому вот я уже тут рассказывала, либо я на дороге, на ситуации в себе, либо я такие по фэншуй карты цемей составляю. Просто я владею более такими знаниями углубленными, которые мне помогают в моей жизни. Поэтому зная дату рождения человека, я просто тоже уже вижу, он жмут или не жмут. Вот у меня денежные проблемы с ним. Ух ты, нет слов.